Основные параметры. Всего дохода в 2024 году предусмотрено 1 млрд 727 млн 241 тыс. рублей. Расходы соответственно с доходной частью равны 1 млрд 721 млн 241 тыс. рублей. Бюджет мы рассматриваем на 2024 год бездефицитно. Плановые периоды 2025-2026 годы доходной части 1 млрд 693,9 млн 26 годы 1 млрд 659,4 млн. рублей. Соответственно расходы 1 млрд 727 млн 2025 год и в 2026 1 млрд 694,1 млн. рублей. На плановые периоды 2025-2026 годы доходы и расходы предусмотрены из-за дефицита. Дефицит у нас складывается в части дотационных форматов доходной части, то есть дотации, которые у нас погружаются в финансирование, в части заработной платы. В 2024 году они предусмотрены в 100% объеме, в 2025-2026 годы дополнительных средств у нас пока еще не перераспределено от бюджета края. Налоговая политика на 2024 плановые периоды в области доходов бюджета городского округа в среднесрочной перспективе будет соответствовать приоритетам федеральной и региональной налоговой политики. Для сохранения сбалансированности местных бюджетов в условиях внешних мысль важное значение имеет решение, сфокусированное на формировании собственной ресурсной базы и поддержании финансовой устойчивости местных бюджетов. В предстоящем периоде обеспечено сохранение нормативов отчислений в местные бюджеты по следующим налогам. Налог на прибыль организации по-прежнему у нас составит размер 10%, вы помните, в предыдущий период он составлял у нас 5% и рост в последний год увеличен в два раза. По налогу на доходы физических лиц в размере 15% налоговых доходов консолидированных бюджетов Красноярского края. По упрощенной системе налогообложения в размере 70% муниципальным районам и муниципальным округам, городским округам нашему, 50%. По акцизам на автомобильный и прямогронный бензин в размере 20% от налоговых доходов консолидированных бюджетов края от указанного налога. В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению доходной базы бюджета городского округа за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов. Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет осуществления содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской деятельности, выявление и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование методов контроля теневой заработной платы – это работа нашей комиссии, расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявлений, включение в базу недвижимого имущества, которые до настоящего времени не зарегистрированы, совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов, проведение оценки социальной и бюджетной эффективности, а также совершенствование управления муниципальными собственностями.